Внимание! Поехали! Старт дан, сигнал отличный. Запуск вещания программ второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения состоялся в рамках проекта цифровой мобилизации. Эта программа позволит жителям Нижнего Новгорода и отдаленных районов области получать одинаково качественный телевизионный сигнал. Качество звука, более красочная картинка, возможность интернативного общения между телевидением и зрителем. Зритель сможет сам набирать пакет программ, который он хочет посмотреть, и сам сформировать пакет своих пристрастий. Во второй мультиплекс вошли 10 общероссийских телеканалов. РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, ТНТ, Пятница, Звезда, Мир и Муз-ТВ. Еще 10 – это Первый канал, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР и ТВ-центр в составе Первого мультиплекса. Нижегородская область стала первым регионом России, которая на цифре опробовала внедрение региональных вставок в эфир федеральных телеканалов. Это была гигантская работа, где-то около полугода шли очень серьезный, тяжелый эксперимент наладки оборудования. И вот уже именно исходя из нашего опыта, многие регионы, да и все почти регионы России вышли в эфир. Вместе с Лукояновым вещание программ Второго мультиплекса стартовало еще на 14 радиотелевизионных станциях. Таким образом, к цифровому эфирному вещанию подключили всю южную часть Нижегородской области. Перевоз у Большой Мурашкина, Воротынец, Сергач, части Дальнеконстантиновского, Кстовского и Гагинского районов, а также Лыского, Сеченова, Большой Болдина, Починки, Спасская, Княгинина и Первомайск. Теперь перед главами местных администраций стоит важная задача – обеспечить плавный переход населения на цифру. Пустим волонтеров по людям жилого возраста, где обход сделаем, поможем им подключить, выявим, сколько на дно приставок, которые не нужны будут, и посмотрим, где окажем помощь. Одной из первых к цифровому телевидению подключилась многодетная семья Кудрявцевых из села Большая Ария. Специальную приставку им вручал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небальсин. Подарком остались довольны и дети, и родители. Больше будет каналов познавательных, интересных, обучающих. Я думаю, что детям будет это интересно и полезно проводить какое-то время, тем более сейчас зимнее время, как бы меньше на улице. Тем более у нас есть ребенок, который мало посещает улицу, и для нее это вообще замечательный подарок. Мультфильмы для детей, а на радость родителям художественные фильмы, спорт и новости в высоком качестве. В двадцатке двух мультиплексов есть все самое необходимое для отдыха перед телевизором. Стоит отметить, что в работе телеканалов, которые на цифровое вещание не перешли, им существенных изменений не произойдет. Они продолжат выходить в эфир в аналоговых и кабельных сетях. Поэтому зрители нового Нижегородского телевидения продолжат смотреть свои любимые передачи и после перехода на цифру. Валерия Стародумова, Максим Веселов. Время новостей.